О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Выходить и вылечить в каком состоянии бывшие заложники и с какими проблемами они вернулись домой. Впервые на экране в Одесской области открыли кабинет телемедицины, как техника поможет пациентам. Вечная мерзлота. Почему в Смире Черкасской области снова холодные квартиры? Тарифные виражи. Нас комиссия по тарифам грозит снова повысить цены. Насколько и кому придется больше платить? Из плена в больницу бывшим узникам боевиков нужна серьезная реабилитация. С ними уже работают медики и психологи. Гражданскими занимается столичный центр профилактической и клинической медицины, а бойцов отправили в главный военный госпиталь. Как себя чувствуют пациенты, расскажет Игорь Левенок. Иван Таренко пробыл в плену два года. Боевики обвинили его в диверсионной деятельности. В Донецке, как особо опасного преступника, его содержали в подвале здания бывшего управления СБУ. На допросах, говорит, всегда избивали. Сломали несколько ребер, отбили печень. Теперь парню предстоит долгий курс лечения. Там был задержан уже ихними спецслужбами. Избили, сломали и отправили на УБОВ. Тапиком побьют электричеством. Ивана и еще 40 человек из числа гражданских разместили в центрах профилактической и клинической медицины, государственного управления делами. Палаты комфортные, здесь уютно и чисто. Все лечение за счет государства. Наша установа забеспечена всеми медикаментами, которые необходимы, всеми специалистами и инструментальными, лабораторными методами обслуживания. Наразі ніхто не відмовився від обслуживания і лікування. Освобожденные военнослужащі находяться в главному военному госпіталі. 18 в терапевтическом отделі, 6 в хірургічному. Врачі обещають, як можна скоріше провести їх полне обслідування. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, вернее, госпіталізовані у нас є задовільний. Вони проходять планове обслуживання. Це буде один-два дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родими, на більшість них. По словам медиків, проблеми у всіх пацієнтів разные. Їх кормили один раз в день. І з-за этого, з-за нарушення витаминного обміну, у них посыпались зубами. Ну, плюс травмы. Некоторые получили травмы головы. Сьогодні всі були осмотлені невропатологом. Це, зрозумі, з-за травм поручених. Следуючий – це був психолог. Психологічне стане, уверяють врачі, пока стабільне. Проблеми можуть з'явитися позже. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося. Але основні переживання у них будуть попереду. Врачі кажуть, що більшість бувших заложників Новий рік змогуть зустрітися зі своїми семями. Ігор Лєвінок, Екатерина Сривкова, Сергій Ерєменко, Валентин Белич. Подробності – телеканал «Интер». Єврокомісар Йоханнес Хан приветствує освобождення українських заложників. Об цьому написав на своїй страниці в Твиттері. Политик выразив надежу, що цей шаг приведет к полному прекращению огня на Донбассі і реалізації минських договоренностей. На обмен пленними отреагували і в оппозиційному блокі. В частності, сапредседатель фракції Александр Вилкул заявив, що це дає надежу на окончання війни в Україні. Политик отметил, що якщо б минські договоренности соблюдалися, то освобождення заложників могло б произойти ще три роки назад. Немедленно возобновити переговори з Росією по вопросу возвращення полицзаключенних і тех українців, які знаходяться на временно оккупированних територіях. Таке поручення дал сегодня президент України в Одесской області. Петр Порошенко напомнил, що зараз в російських тюрмах знаходиться багато незаконно заключённих граждан України. Нам поверніть нашого Сінцова, всесвітньо відомого кіноджесера, нашого журналіста Сущенка, який працював в Парижі і був заарештований в Москві, нашого Кольченка і багато-багато інших, які безневинно зараз знаходяться в в'язницях Російської Федерації, але це ж за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати і пишаються тим, що вони є українці. Перспективи возвращения других заложників і всі обстоятельства вчерашнього обмена ми хотим обсудити з представителем України в трехсторонній контактній групі Ірина Геращенка. Напомню, вона лично присутствувала при передачі заложників і непосредственно займається вопросом освобождения наших пленних. С минуты на минуту вона буде гостем нашої студії. Перемірия в зоні АТО по-прежнему не соблюдається. Сьогодні боєвики трижды нарушали режим тишини. Огонь открывали в районах Павлополя і Красногоровки. Але, не смотря на обстрілы, бойці готовяться к новогоднім праздникам. На позиції возле Попаснаї прибыл Вифлеємский огонь. Там побывал і Геннадий Вивденко. В руках волонтера лампада. На передовую под городом Попаснаї везут Вифлеємский огонь. Це вже традиція для волонтерів. Подарок із Ізраїля і Австриї от партнеров Международной общественной організації пластунов. В зоні АТО передавали цей вогонь вже і в Мар'янку, Авдіївку, на крайню точку Станиці Луганської. Також під'їжджали до прикордонників, передавали, які стоять за три кілометри від російського кордону, а з іншої сторони Луганськ. Тобто на самі віддалені точки, там, де бійці несуть службу і не зможуть бути разом із своїми родинами, але будуть зустрічати Різдво, що вони відчували ту вдячність українського народу. Такі груп в зоні АТО-7 працюють 17 января по всій лінії фронта від Станиці Луганської до Мариуполя. Волонтер Роман привез з собою і 16-тилітнього сіна, у котрого в столичній школі якраз почалися каникулы. Набирається енергетики від бійців. Тобто тут я бачу, що бійці – це є дійсно патриоти. Свободні від наблюдення за врагом бойці приймають Вифлеємський огонь. Вони раді гостям, які допомагають отвлечся від тягот війни на одному із самих опасних направлений. Наша мрія на наступний рік, може десь Бог, будемо на кордоні. Набираємося села, а потім після чого бути в Москва-ріке хочу помитися. Це жар, звісно. Нам чого не потрібно. Ми хочемо своє забрати і все. Тепер командир пройдеться по позиціям і рознесет огонь під іконы. Від святые ліки там чтят почти в кожному блиндаже. Вместе з тим подарки у волонтерів не тільки духовні, але і матеріальні. Багато папіросів нам передали волонтери, привезли, ми роздавали по всіх пустах, по передові вже більше тижня тут їздимо по передовій фронту. Ну, різні такі, є там мази для рук, зігріваючі продукти, спрятування. Домашню випічку приготували діти одній із столичних школ. Вчерашній школьник, 20-летній Юра, зараз радується новогодніму перемир'ю. Пару днів тому було трошки гарно, що туди-сюди. А так зараз, вроді би, перемир'я йде. Ну, і продовжується перемир'я. Але деякі є, де не де, є постріли по позиціях. Такі волонтерські групи будуть возити Вифлеємський огонь в зону АТО вплоть до 7 января, до Рождества Христова. Геннадій Вивденко, Богдан Савруцкий. Ігор Щепет. Подробності телеканал «Интер» із Луганської області. Я радий, що в першу частину, перший посадок, масштабний комплекс. Ми запустили, ми виконали обіцянку. І найголовніше, що сьогодні вже є те обладнання, яке починає, в наступному році, розпочинає функціонувати для того, щоб надавати діткам необхідну допомогу, особливо, коли мова йде про онкозахворювання. Ми будемо далі продовжувати добудовувати вже іншу частину. І я думаю, що те, що ми зараз акумулювали в бюджеті, нам вистачить при ефективному раціональному використанні завершити будівництво. Трагедія во Львовському Ахмаддеді. В шахту лифта упала сотрудница. От полученных травм женщина скончалась, що привело к несчастному случаю, розкажет Галина Якушко. Все відбувало днем, приблизно в половині першого. В больниці устроили ремонт, і з-за цього включили світ. Причем все сотрудники були об цьому передупреждені. Але Львчорша почему-то все одно запустила лифт. Тут остановився між вторими і третьими этажами, Людмила Михайловна знаходилась внутрі кабіни. Щоби выбратися, відкрила двір і упала в 10-метрову шахту. Чому лифт вона пустила в той момент, коли це сталося, ми не знаємо. Вона захотела вийти з лифту. Я кажу, ми не знаємо, не сильно хтось. Зараз, скажімо так, збираємо свідчення по лікарні, хто що бачить, хто що чує. Очевидці кажуть, після падення, жінчина ще некоторе время була в сознанні і звала на допомогу, але от получених травм скончалась. В больниці Людмила Михайловна проработала 10 років. О тому, що електричество відключили, забыла, видимо, по оплошності. Да і лифт був рабочим, уверяють в больниці. Последній раз і в ремонтували в октябрі. Все наше обладнання справна на стадії, і в цьому є в усіх документах записано про його відповідність, нормативні документи. Тепер в цій історії будуть розбиратися правоохоронити. Глина і Кошка, Юрий Голубинко, подробності, телеканал «Интер», Львов. ДТП на железнодорожному переїзді під Львовом. Електричка протаранила машину скорої допомоги. Аварія збиралася сьогодні днём в селі Давыдов. На переїзді є семафор, але немає шлагбаума. Пострадали три медработника і водитель скорої допомоги. Чи двоє госпіталізовані, видел лі водитель приближаючийся поїзд, іще виясняють. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні швидкої перебувало четверо осіб. Трое з них отримали тілесні ускодження та звернулись за допомогою. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Як оказати качественну медпомогу в сельській містності, де толком нет ні нормальних дорог, ні профільних спеціалістів? На этот болезненний вопрос пытаются ответити автори проекта телемедицины. Його реализують в Одескій області. Як це поможуть селянам і як оцінил успіхи президент Пётр Порошенко, об этом наші корреспонденті. Акнянський район – один із самых віддалённих від областного центра. Тем наглядні автори пилотного проекта телемедицины можуть продемонструвати її суть. А она в тому, що у кожного фельдшера в цих краях теперь є такий чемоданчик со спеціальним оборудованням. Приехав к пацієнту, даже в саме глухоє село, медик може осмотреть больного, а затем моментально отправити полученні данные лечащому врачу с помощью планшета, подключённого к інтернету. «Вот снимаю кардиограмму, допустим, подключаю к планшету і ще передаю на центр. Вот це електроди, які снимають кардиограмму». Далі, наприклад, в райбольниці. Получив ці данні, вже більш кваліфіцірованний медик може назначити лічення чи обратися к більші опытним колегам в областной больниці. Опять же, по інтернету. В итоге, економиться драгоценне в данному случае время, ресурсы, а помощь становиться більші качественній. Сегодня з пилотним проектом ознакомился Пётр Порошенко. Именно он полгода назад предложил внедрити телемедицину в українські реалии. Результатом остался доволен. «А звідки гроші ви спитаєте? А конфісковані? В Януковичі, який вкрав в народу України? Це чесно». Здесь же президент підписав два закона о повищенні доступності медобслужування в сільській містності і о государственних фінансових гарантиях предоставленням медуслуг і лікарств. Эти документи дають зелений світ медицинській реформі, без котрій, по мненню Порошенко, здоров'я українців не збереч. «Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров'я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу». Акнянським медикам глава государства вручил сертифікаты на 4 новых автомобіля. Це для містной амбулації. На них будуть їздити к пацієнтам семейні врачи. А також презентував вже для всій Одеської області 5 машин екстреній медицинської помощи. Справиться ли ці полноприводній скорі з містним бездорожьем, тепер покажет время. Данил Снисор, Андрій Анастасов, Ігор Механошин. Подробності телеканал «Интер» Одеска область. Говорил в Одесі президент і о цені на газ. По словам Петра Порошенка, Москва обращається к Києву з предложенням закупити їх газ. І Україна могла б на це піти, якщо стоимость буде честна і не коррупціонна. Такий шаг, можливо, помог би і снизити тарифи для населения. Впрочем, рост тарифів зависит і от политики нефтегаза. О необхідності демонополізувати компанію, чі топ-менеджери получають за облачні прибыли, повышаючи при этом расценки для населения, не так давно заявляли в правительстві. Покаженка РЕ заявила о новом повышении тарифа в расценки на електричество. Вырастут почти на 16%. Решення касається промышленних потребителей. Повышать оптово-рыночну цену будуть в два етапа. С 1 января она поднимется на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6%. Решення объясняють інфляція, ростом зарплат, девальвацией гривни, а також повышением цен на газ. Взлетят тарифы и на воду, но уже для населения. Новые расценки для водоканала в ряда городов тоже утвердили сегодня. Больше всего придется платить потребителям в Харькове. Там холодная вода будет стоить 8 гривен 38 копеек за куб. В Днепре 6,5%, а во Львове 7 гривен за куб. Всего тарифы на водоснабжение изменили для 60 компаний. Руководитель государственного концерна Укроборонпром Роман Романов не собирается уходить в отставку. А в этом чиновник заявил сам, напомню, уволиться. Романову вчера посоветовал премьер-министр Владимир Гройсман. Причина – долги по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода. В свою очередь, Романов уверяет, всему виной отсутствие госзаказов. Это подробности и далее в нашей программе. Биометриков действий в Харькове продемонстрировали, как будет работать новая система контроля на границе. Штормит и снижит, как Европа переживает испытания погодой. Жестокое ограбление в Киеве. Неизвестный мужчина напал в магазине на продавщицу и нанес ей множество ножевых ранений. В полиции говорят, женщина защищалась и только поэтому осталась жива. Грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшая сейчас в больнице, поймать преступника по горячим следам не удалось. Сначала засекретили, а потом рассекретили. Речь о приговоре фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысину. Как сообщают украинские СМИ, текст приговора изначально был размещен в едином реестре судебных решений, но закрыт для общего доступа. А через несколько часов после появления этой информации в СМИ, приговор стал общедоступным. Тем временем в ГПУ подали апелляцию на вердикт Крысину. В ведомстве считают решение суда необоснованным. Напомню, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к условному лишению свободы на 4 года руководителя группы Титушек Юрия Крысина. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время революции достоинства. И еще об одном громком процессе. В Абалонском райсуде столицы продолжают слушать свидетелей по делу о госизмене Виктора Януковича. Сегодня была очередь бывшего нардепа Андрея Сенченко во время Евромайдана. Он был комендантом Октябрьского дворца. И знал Януковича лично. Что рассказал, знает Павлина Василенко. В свои отношения с экс-президентом Януковичем Андрей Сенченко характеризует как служебные и политические. Знакомы с 1993-го. Общались во времена, когда Янукович был губернатором и премьером. Экс-президент, по словам нардепа, всегда опасался за свою жизнь. Янукович больше часа рассказывал мне о том, что когда он, будучи губернатором Донецкой области, приезжает в Киев, то он каждую ночь ночует в новом месте. Что меня пытаются убить, меня пытаются отравить и так далее. Но у меня сложилось впечатление, что у него навязчивая просто фобия. Но никогда не было такого, чтобы с отъездом президента Настя же были распахнуты двери администрации и бумаги валялись по коридорам. Именно поэтому я считаю, что то, что произошло вечером 21-го, это было именно бегство. Бежал в конце февраля, но подготовку к эвакуации, как утверждает Сенченко, Янукович начал намного раньше. Еще 3 декабря 2013-го из Межигорье вывезли три КАМАЗа с имуществом. На главный вопрос прокуроров, что известно об обращении Януковича к Путину, о вводе войск в Украину, отвечает, узнал об этом из СМИ, когда постпред России Чуркин зачитывал документ на заседании Совбеза ООН. Этот документ появился для того, чтобы выступить основанием для обращения Путина в Совет Федерации и для последующего получения от Совета Федерации разрешения на ввод российских войск в Украину. Вчера адвокаты Януковича заявили, их подопечный тоже хочет участвовать в процессе, но ему не дают. В прокуратуре утверждают, допросить бы Рады, вот только обвиняемый не идет на контакт. Януковичу надана возможность брать участь в этой видеоконференции через скайп-звязок или через специальную программу, судебную программу, но Янукович не использует данную возможность. Обвиняемый Янукович имеет право надавать показания на любой стадии. Можливость надавать эти показания через видеоконференцию судом с первого заседания не дана, а поэтому это только право решения обвиняемого Януковича. Депутат Семченко показания давал 4 часа. Из-за этого не успели допросить всех, кого запланировали. В частности, военных, служивших в Крыму на момент аннексии. Их заслушают на следующем заседании. 10 января. Павлина Василенко, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер. Первая проба на электронную систему биометрического контроля уже тестируют в пунктах пропуска на границе. Напомню, она заработает с нового года и будет касаться граждан 70 стран, которые Кабмин отнес к группе риска. Среди них и Россия. Новую процедуру видела в действии Светлана Шекера. С 1 января иностранцам, въезжающим на территорию Украины, нужно будет не только предъявить свой загранпаспорт, но и обязательно сдать отпечатки пальцев. Эту систему на границе вводят по решению СНБО. В сентябре президент подписал указ, которым ввел фиксацию биометрических данных на границе для усиления борьбы с терроризмом. На данный момент затвердженный список краин в Министерстве закордонных справ, он складается с 70 стран света, в том числе и Российской Федерации. И граждане данных краин подойдет обязательному фиксации биометрических данных. Для этого на международном пункте пропуска Гоптовка оборудовали 9 рабочих мест. Электронику уже тестируют. Компьютер, монитор и устройства, считывающие отпечатки пальцев. У пересекающих границу инспектор погранслужбы сперва отсканирует загранпаспорт, потом попросит приложить пальцы. Если у человека ампутованы пальцы или не имеет возможности сняти отбиток, например, в гипси или заабинтованный программный продукт позволяет внести коррективу, например, ампутованный мизинец. В этом случае гражданин притискает три пальцы. При повторном перетине будут уже оставить четыре отбитки пальцев. На оформлении одного человека говорят пограничники уйдет не больше двух минут. Граждане Российской Федерации, которых в первую очередь коснутся новации, уверены, на границе будут огромные очереди. Очередь будет создаваться. И так, видите, какая очередь. Бывает за час, бывает два часа. Сегодня четыре часа стоим или даже пять, да. Ну, наплыв, машин большой. А эта женщина из Белгорода дважды в неделю ездит в Харьков к стареньким родителям. Заранее сделала биометрический паспорт. Есть биометрический паспорт, здесь вот голограмма. Ну, считаю, что такой паспорт давно назрел, потому что люди разные вообще. Но отчасти, отчасти усложнит, потому что все-таки на это на все время и возможности. Люди, ну, особо не возмущаются. Значит, назрела необходимость такая. Система фиксации биометрического контроля с 1 января заработает в пунктах пропуска вдоль всей украинской границы, на автомобильных КПП, в аэропортах и на железной дороге. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. И мы возвращаемся к теме освобождения заложников. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Гераченко уже в нашей студии. Мы сможем узнать у нее все подробности обмена. Ирина, здравствуйте. Прежде всего, хочу поблагодарить лично вас. Это действительно большая победа для украинцев и радостное событие. Слишком долгими были переговоры, сложными были переговоры и казалось, что может все сорваться в последнюю секунду. С какими сложностями вы столкнулись и как удалось процесс сдвинуть с мертвой точки? Ну, насправді, было бы перебільшением сказать, что это только перемога однієї людини. Користуючись нагодою, я хочу еще раз подкреслити ключевую координующую роль президента Украины Петра Порошенко, подякувати коллегам по Минскому процесу и в гуманітарной підгруппе мы працюем разом с Віктором Медведчуком, який мает безпосередні контакт с представниками ОРДО и ОРЛО и керівництвом Российской Федерации. Ну, а власне, все ключи от этих вязниц находятся в Кремле, в Москве. И после того, когда Москва приняла таке решение разблокировать примесной позиции, мы, знаете, провели еще у травня месяца процедуру верификации тех осіб, которые не желают вернуться на окупованные территории. А власне, вы абсолютно правы в том, что до последнего минуты были проблемы с визначением дат, с узгоджением технических деталей и связано это с кількома причинами. Перше, от если список тих граждан, которых утримают на окупованных территориях украинцев увеличивается, в первую очередь за рахунок проукраинского налаштованого то в Украине у нас список тех людей, кого они запитывали, рухается. У нас только по закону Савченко цього года было извольнено 63 особи из списка. И, власне, даже при процессе, когда мы запустили подготовку для извольнения, 41 человек была извольнена, потому что у нее закончилась мера покрания. Потом, в последнюю минуту, 26 человек отказались ехать на окупованные территории, а мы, правовая государь, мы не можем когось силами стягти. И, власне, тривав очень долгое переговорочий процесс, признаются доведки, которые свидетельствуют, что человек уже отбыл термин покрания и не хочет никуда перемещаться на ее свободно. или позволяют не ехать на блокпост, потому что человек не хочет. Даже подчас перевезения тех людей из списка, которых запитывала другая сторона, четыре люди не отбылся. Это были ключевые вопросы, но, конечно, недовира сторон один до одной, а другие проблемы накладали такой отбыток, что мы до последнего переживали, что все сбывается. Дуже были обмежены в терминах юридичных, и тому и Генеральная прокуратура, и суды, и Служба безопасности Украины, все заденные службы, пенитенциарная служба, конвой, они работали как часы, за что очень спасибо. К сожалению, не все родственники ждали своих заключенных. Вы, наверное, видели, в интернете сегодня облетела новость о том, что две женщины, мать и жена, они были у КПП в Борисполе, им сказали, что якобы их родственник в автобусе, они ждали несколько часов, но так никого и не встретили. Как быть таким людям? Куда им обращаться? Где искать информацию? Где сверять эти списки? И на какую помощь надеется? Знаете, по-перше, действительно, очень много людей остается в заручениях, и поэтому и Минская гуманитарная группа работает, и это будет ключевым вопросом для нормандского процесса, самобезопасного и гуманитарного блок Минских угод, и тут церкви мы должны дать, потому что действительно, она очень серьезно долечается сегодня до того, чтобы такие гуманитарные акции пришедшить. В частности, все люди, которые ждут своих близких, в первую очередь должны вернуться другий момент. Вы знаете, сегодня в медиа, насколько неправдиво идёт информация относительно того, что кто-то, начебто, был в одних списках, или в других списках, или в пятых, или в десятых. Коментуются люди, абсолютно, которые не имеют отношения до, вообще, процессу переговорчого или официальной информации. Поэтому я не хочу коментовать чутки, хочу сказать, что все те родители 74 человек, которые вчера были избраны, были предупреждены и могли встретить своих родителей. Одна женщина из этого списка 74 наших гражданин приняла решение уже в Горлевке, когда проходила процедура звольнения, оставився там, объяснивши это жизнью, что там перебывает ее родина. Власне, все 73 наших украинцев, которых удалось звольнить, вчера прибыли к Киеву. Сейчас, до речи, 41 экс-заручник перебывает в лекарне управления ДУЗ проходят реабилитацию и 24 наших военных находятся в военном госпитале. Последний вопрос, есть ли точные цифры, сколько еще украинцев удерживается в плену и когда можно ждать очередного обмена? Знаете, я считаю, что вчерашний день это не просто разблокирование процесса освободения заручников и очень позитивный сигнал, а это важный на самом деле день для всех участников нормандского формата, потому что и Украина в первую очередь, и Россия, и Франция, Немеччина и тут мы тоже готовы до компромиссов, до того, чтобы было это разблокировано и чтобы в 2018 году и Олег Сенцов, и Олександр Кольченко, и Роман Сущенко, наш коллега, и Гриб, и Роман, все вернулись домой. Если говорить про оккупованные территории, то, согласно с списком Союза безопасности Украины, близко 100 граждан еще остаются в заручниках, но я хочу сказать, что представители не подтверждают эту цифру, они на сегодня подтверждают место отримания только близко 30 граждан из этого списка. Спасибо вам за ответы. Спасибо. Ирина Герашенко, напомню, была гостем нашей студии, представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Лечение рака может быть быстрым и недорогим, по крайней мере, так уверяют украинские ученые, авторы сенсационной разработки. Говорят, их вакцина позволяет продлить жизнь пациентов и даже остановить болезнь на ранних стадиях. Так ли это, выясняли наши корреспонденты. Испытания вакцины против рака на подопытных животных очень показательны. После введения препарата крысам злокачественная опухоль начинает быстро сокращаться, а через месяц и вовсе исчезает. На месте опухоли остался маленький шрамик, который буквально через недельку-две зарастет. Действие вакцины, созданное с помощью биоинженерных технологий, заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с опухолью. Уже сейчас препарат спасает жизни сотням пациентов. За время работы над вакциной институт накопил очень обнадеживающую статистику. Применение вакцины увеличивает продолжительность жизни на 40-50% в зависимости от гистологического типа опухоли по сравнению с теми пациентами, которые получали классическую терапию. Несмотря на впечатляющие результаты, вакцину от рака до сих пор не внесли в протокол лечения. Минздрав не лицензирует препарат. Пока украинские ученые ожидают легализации вакцины, их американские коллеги отчитываются о разработке аналогичного лекарства и называют это прорывом в онкологии. Сейчас украинскую вакцину используют только для пациентов, которые согласились на экспериментальное лечение. Среди них Валерий Николаенко. Он перенес три операции по удалению опухоли и метастазов. Но это не остановило болезнь. Надеется только на новые технологии. Я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. За разработку вакцины против рака в прошлом году институт получил государственную премию. Парадоксально, но при этом лицензии на использование препарата во врачебной практике до сих пор нет. Лина Зеленская, Ольга Клюева, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Ежегодно врачи регистрируют 150 тысяч новых случаев онкозаболеваний среди украинцев. Один из наиболее трудно поддающихся лечению рак щитовидной железы. Наиболее сложная ситуация в Киевской области 10 больных на 100 тысяч человек. Шанс на выживание пациентам дает радионклидная терапия. Один из ведущих центров находится в Институте эндокринологии в Киеве. Его опекой занимается и благотворительный фонд возрождения. В преддверии праздников там установили новые телевизоры в палатах. Больше в нашем материале. Вот такая палата. То есть пациент здесь находится в госпитализации раз в неделю. Кровать, тумбочка, кнопка связи с врачом и двери с плотного листа свинца. Каждый месяц в такие палаты заезжают пациенты, проходящие радионуклидную терапию. Люди принимают радиоактивный йод. Он помогает выявить распространение опухоли в щитовидке и бороться с ней. После этого пациенты сами становятся источником радиации. Пока фон не спадет, выходить нельзя. И никаких посетителей. 5-6 дней находится в такой комнате. Здесь питание ему приносят, буфет здесь, душевая туалет. Ну все, все условия пребывания. С собой нельзя брать ни компьютеры, ни планшеты. Лишь небольшой телефон в специальном чехле. Главное развлечение – телевизор. Телевизор уже 10 лет. Теперь все 10 палат отделения оборудовали новыми современными телевизорами благодаря помощи фонда Возрождения. Ирина приехала в центр на диагностику из Николаева. Теперь сможет смотреть любимая программа в хорошем качестве. Телевизор – это шикарно просто, честно. То, что книжки взяты, там – это одно, а вот телевизор – без телевизора никак. Так зациклиться одному человеку в палате на своих мыслях – отвлекаешься. душевный комфорт одно из главных условий успешного лечения, говорит врач. Важно, потому что пациенты проходят лечение в палатах, где находятся одни, несколько дней. Им грустно, чтобы их как-то развеселить, поэтому это приятно, если есть телевизор, который они могут посмотреть и как-то отвлечься. Мы вам очень благодарны за то, что вы нам помогли. Благодарны мы, наши пациенты. Спасибо, и если у вас будет такая возможность помогать нам в дальнейшем, пожалуйста, помогайте. Фонд уже установил более двух тысяч телевизоров в сотнях больничных отделений по всей стране, говорит глава Возрождения. Фонд помогает не только онкобольным, и другие больницы, разные больницы, разных направлений. Мы помогаем лекарствами, оборудованием и медикаментами. И на сегодняшний день это много больниц, это больше 50 больниц, которым мы помогаем, которым мы оказываем всяческую помощь. В основном это помощь в чем-то, в чем они остро нуждаются. То ли это какое-то оборудование, то ли это какие-то медицинские препараты, которые прямо сейчас необходимы, то ли это какие-то лекарства, которые сейчас нужны, именно в этот момент. Одно из главных направлений работы фонда – детские онкологические отделения. Ежемесячно им помогают лекарствами, в том числе и на дорогостоящую химиотерапию. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Украинец устроил смертельное ДТП в Германии. Фатальная авария произошла в ночь на четверг возле немецкого города Фирзен. 40-тонный грузовик с украинскими номерами протаранил припаркованный на обочине полицейский автомобиль и протащил его 200 метров. Погибла молодая женщина-офицер, ее двое коллег-патрульных получили травмы. По сообщениям местных СМИ, украинский дальнобойщик был за рулем пьяным. Количество алкоголя в крови Ложная тревога в Нидерландах. Там эвакуировали международный поезд из-за анонимных сообщений о взрывчатке. Состав, который направлялся из Амстердама в Берлин, остановили возле голландского города Ольдензал. Всех пассажиров вывели на станции, после чего правоохранители с собаками тщательно обследовали поезд, но взрывчатку не нашли. Снежный коллапс в Британии. Арктический циклон грозит испортить новогодние праздники британцам. В Шотландии десятки тысяч людей остались без света. На главных магистралях страны из-за снегопадов километровые пробки. А синоптики предупреждают, вскоре погода еще ухудшится. Больше расскажет Алексей Пшимольский. Лондон в ожидании снежного шторма. В городе объявили желтый уровень погодной опасности. Несмотря на сегодняшнюю плюсовую температуру, уже ночью здесь ожидают заморозки, ледяной дождь и снег. Весь туманный Эльбион оказался во власти непогоды. В Шотландии шквальный ветер оборвал крупные линии электропередач, обесточив 40 тысяч домов. В центре и на севере Великобритании главная автомагистрали замелось снегом. Неподалеку от Берлингема на трассе А-14 из-за осадково-штормового ветра множество аварий. Тысячи машин застряли в заторе, растянувшемся на 20 километров. Из-за сильного снегопада водители попросту не успевали откапывать свои авто. Многие бросили две дороги и ушли греться. Мы застряли, усі стоять. Я стерчу тут уже 5 годин. Так само и все эти машины. На счастье, у меня остались сендвичи с индичкой и немного кавы. И працюет опаление. Надеюсь, все-таки скоро поедемо. Из-за непогоды отменили часть рейсов в лондонском аэропорту Бултон. Более чем 300 пассажиров лоукостера Райнер не смогли улететь из аэропорта Станскать. Из-за дождя со снегом обледенела взлетно-посадочная полоса. Отменили десятки рейсов. Люди находятся в здании аэровокзала еще с вчерашнего вечера. Многие спали просто на полу. Ужасно. Только через 3 часа после запланированного вылета мы узнали, что рейс вообще отменили. Никто не вышел, ничего не сказали. Нам пришлось выстоять 10 часов в очереди, чтобы купить билеты на новый рейс. Это кошмар. Метеорологи погодной катаклизмы связывают с мощнейшим арктическим циклоном. За эти сутки здесь ожидают усиление ветра до 13 градусов ниже нуля и новые снегопады. Из Лондона Алексей Пшимызкий, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Больше новостей как всегда на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok